Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире итоговый выпуск информационной программы «Есэляк парад» и в начале коротко о главном. Запуск молочного комплекса, открытие новых спортивных кортов и развитие животноводства. Глава региона Кумар Аксакалов с рабочей поездкой посетил села в районе имени Габита Мусрепова. Ремонт электрических сетей и проведение водоснабжения. Сегодня подведены итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2021 год. К уголовной ответственности привлекли североказахстанцы за оскорбительные публикации в социальной сети. На полях неформального саммита Содружества независимых государств президент Касым Жамар Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили различные аспекты стратегического партнерства Казахстана и России. Лидеры государств высказали удовлетворение развитием торгово-экономических отношений двух стран, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия в образовании, цифровизации, энергетике и других сферах. Сегодня в Мажелисе состоялось завершающее в 2021 году пленарное заседание. Всего с начала этой сессии в работе Мажелиса находилось 80 законопроектов, из которых 39 одобрены и направлены в Сенат, 25 законов уже подписаны президентом страны. Среди законопроектов, одобренных депутатами Мажелиса в этой сессии, об уполномоченном по правам человека, о судебной системе и статусе судей, по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий между правоохранительными органами, прокуратурой и судом. Кроме того, Мажелисмены одобрили законопроекты, предусматривающие проведение амнистии в связи с 30-летием независимости, перераспределение полномочий между уровнями государственного управления, внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, развития и совершения биржевой торговли. 1991 год, 29 декабря, 13 дней со дня провозглашения независимости Казахстана. К концу года казахстанцы, как всегда, готовились к новогодним событиям. В этот день для детей впервые была организована президентская елка. На праздничные мероприятия съехались дети и школьники со всей республики. Приглашение получили около 400 детей из разных регионов страны. Маленьких гостей, пришедших на мероприятие, поздравил глава государства Нурсултан Назарбаев. Дети из многодетных семей и детских домов приняли участие в новогоднем утреннике. 10 миллионов литров молока будут в год получать на ферме товарищества «Возвышенка-СК». Комплекс начали строить в апреле текущего года возле села Березовки района имени Габита Мусребова. Запуск молочного комплекса запланировали на 2022 год. Ход строительства проинспектировал глава региона. Также Кумар Аксакалов побывал на открытии открытого хоккейного корта в селе Раисовке. Смотрим сюжет. Хоккей, шорт-трек, фигурное катание. Эти зимние виды спорта в селе Раисовке в почете. Мастерство на льду здесь показывают и взрослые, и дети. У большинства в копилке медали и кубки районных и областных соревнований. Помимо любви ко льду сельчан объединяла общая мечта – крытый хоккейный корт. В строительство современного комплекса вложили 84 миллиона тенге. Получился таким, как мечтали, говорят сельчане. Ну, раньше без крыши, без ничего было. Холодно было, сейчас теплее. Я контролирую. Нам нужно, чтобы корт был гладкий. Я уже покаталась, а он очень классный. Раздевалка у нас была, вот это, ее построили, и у нас просто коробка здесь стояла. Вот. И мы, нам этот, просто приходилось чистить, и все. А так все хорошо было. Без шапки стоишь не холодно? Нет. Здесь тепло. Высокие достижения у хоккеистов Раисовки. Играет третье поколение, которое стало чемпионом районных соревнований и призером областных. Игрой настоящих мужчин здесь увлекаются вот уже полвека. Мы все хоккеисты. Мы почему радуемся этому крытому дворцу? Потому что в свое время мы столько снега перелопатили. Это уже прежде чем на лед выйти, нужно было тон и тон снега перекидать. В Раисовке проживают 645 человек, в том числе 178 детей и подростков. Каждый третий занимается зимним видом спорта. А с открытием ледового корта их станет еще больше, уверены раисовцы. Мы продолжаем строительство ледовых открытых кортов. У нас сейчас действует 12. В ближайшее время построить их 6-6. И надеюсь, что отсюда с этих кортов выйдут будущие чемпионы. Развивают в районе имени Габита Мусрепова и животноводство строительство этой молочной фермы возле села Березовки на финишной прямой. Уже готовы здания доильно-молочного блока, коровник и телятник. На первом этапе планируется закупить 600 голов гаустинской породы из Европы. Ориентировочно июнь месяц 2022 года. Эта порода более продуктивная по своим характеристикам, более отзывчива на корма и, соответственно, дает большую отдачу по молоку. Когда ферма выйдет на полную мощность, молоко будут давать 1800 коров. Планируют получать 10 тысяч тонн молока в год. В планах УТО возвышен КСК и переработка продукции. Предприятие 20 лет занимается растеневодством, но без животноводства население обойтись, говорят аграрии. Это новые рабочие места и прибыль, которые можно потратить на расширение и улучшение жизни сельчан. К слову, на этой ферме работу найдут 30 человек. На строительство молочного комплекса потребуется почти 4,5 миллиарда тенге. Очень дорогие проекты, конечно, но поэтому приходят сюда на помощь государство. Дает дешевый кредит в лице СПК. На будущий год мы эту работу тоже продолжим. Это нужно. Молоко всегда было прибыльным бизнесом. Когда тяжелые годы, в связи с засухой, всегда молоко поддерживало, мясо поддерживало. Согласно с этим, аграрии района имени Габита Мусрепова. В следующем году здесь откроют 4 молочных комплекса и начнут строительство еще двух ферм. Но в погоне за прибылью нельзя забывать об условиях для сельчан. В омен на финансовую поддержку аграрии должны улучшать инфраструктуру в деревнях. Продолжит эту работу и государство. В следующем году в 50 севах региона проведут масштабные работы по ремонту дорог и социальных объектов, подведению воды. С начала пандемии в области коронавирус выявлен у 34 696 человек. За минувшие сутки стало известно, что в регионе 31 житель заболели опасным заболеванием. Трое скончались. Большая часть зараженных коронавирусом – петропавловцы. В настоящее время лечебные учреждения загружены на 14%. На сегодняшний день от COVID-19 вылечились более 31 158 североказахстанцев. Скончалось 433 человека. Во всем мире активно продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день в 184 странах мира сделали почти 9 миллиардов прививок от COVID-19. К примеру, в Германии проходит рождественская акция по вакцинации от опасного вируса. В Латвии доля работающих людей, получивших укол здоровья, достигла 94%. А в Сингапуре успешно стартовал первый этап по вакцинации детей от 5 до 12 лет. В настоящее время полный курс прошли 87% всех жителей страны. 26 декабря пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщила, что на сегодняшний день количество привитых американской вакциной Pfizer подростков в стране достигло 600 тысяч. Напомним, что с 22 ноября в Североказахстанской области стартовала ревакцинация жителей региона. Я получил обе вакцины. Чувствую себя хорошо. И считаю, что для безопасности всего населения нам всем нужно ставить прививку против коронавируса. Я отношусь положительно. Ставила, конечно, и первую, и вторую. И уже ревакцинировалась. Чувствую себя нормально. Оградить от своих близких, я думаю, для этого. В отделении городской поликлиники номер один с 22 ноября стартовала кампания по ревакцинации. В настоящее время специалисты прививают козвак, беременных и кормящих вакцинируют Pfizer. В сутки в лечебные учреждения обращается около 60 граждан для проведения второй вакцинации против коронавируса. По словам медиков, в связи с тем, что в регионе начали распространяться грипп и ОРВИ, большинство желающих пройти ревакцинацию не могут по медицинским показаниям. В целом, на сегодняшний день в городской поликлинике номер один ревакцинацию прошли 1963 человека. Вакцинация необходима для создания нашего иммунитета. Так как рост заболеваемости растет, коронавирусная инфекция присутствует в нашей жизни, чтобы с ней бороться, мы вакцинируемся, создаем иммунитет. На ревакцинацию приходят также, как и сами пациенты, также и приглашаем, согласно списков, которые вакцинировались ранее. Те, кто вакцинировался по мае месяц, уже подлежат на данный день ревакцинации. Это где-то примерно 6 932 человека. Уже ревакцинировались 29% в 1963 человека. Подведены итоги деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2021 год. Акционерное общество «Севказэнерго» в 2021 году на ремонт и реконструкцию направили 3,7 миллиарда тенге. Проведен текущий ремонт 8 котлоагрегатов и 5 турбоагрегатов. На развитие системы водоснабжения в текущем году направлено более 10 миллиардов тенге, что выше показателя 2020 года в 1,6 раз. Об этих и других показателях узнаете из нашего сюжета. В 2021 году электросетевыми организациями проведены ремонтные работы, реконструкция и модернизация 329 подстанций и более 2000 километров сети электроснабжения, что позволяет держать сети в удовлетворительном состоянии. Установлено 12 котлоагрегатов. В настоящее время на реконструкции находится один котлоагрегат номер 2, полностью с заменой, и 7 турбин. Если спрашивать по нашему парку, то хотелось бы отметить, что 5 котлоагрегатов были установлены в период с 61 по 64 года прошлого столетия и в настоящий момент имеют износ более 75%. В 2021 году улучшено водоснабжение в 49 населённых пунктах с численностью населения 48 тысяч человек. Возможность подключиться к воде получили порядка 3 тысяч домов. В целом ожидается, что доступ сельского населения к централизованному водоснабжению на конец 2022 года составит 84%. В Северо-Казахстанской области за 2021 год потреблено 57 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, что на 5,3% больше относительно прошлого года. В этом году газобаллонное оборудование установлено на 558 единиц автотранспорта. Уменьшение перехода на газобаллонное оборудование по сравнению с 2020 годом составляет 24%. На это повлияло удорожание цены на газ в два раза. В 2021 году общий объём инвестиций в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства составил 18,6 миллиардов тенге. В предстоящем году планируют привлечь инвестиции в сумме 25 миллиардов тенге. Немаловажным для населения области является благоустройство. Так, в текущем году на благоустройство 29 населённых пунктов области выделено 2,4 миллиарда тенге. С охватом более 43 тысяч человек населения. В настоящий момент в области создано всего 1028 новых форм управления или 67% от общего количества многоэтажных жилых домов. Из них зарегистрировано 90 объединений собственников имущества и создано 938 простых товариществ. Наталья Яитова, Урал Амренов, Служба новостей. За годы независимости Казахстана сельскохозяйственная сфера перетерпела немало изменений. Знают об этом и североказахстанские производители. Благодаря кропотливому труду и высокому профессионализму аграрии региона преодолели многие трудности и подняли отрасль сельского хозяйства на новый уровень. В их числе командирное товарищество Зенченко и Ка. Моя коллега подробнее. Командирное товарищество Зенченко и компания с 1991 года по настоящее время увеличили поголовье скота до 13,5 тысяч. Если некоторое время назад на предприятии производили 4200 тонн молока, то сегодня этот показатель составляет около 37 тысяч. До 1800 тонн увеличилось и производство мяса. Кроме того, товарищество имеет 40 тысяч гектаров посевных площадей. Ежегодно хозяйство получает около 30 центнеров урожая с одного гектара. Тяжело было. В 1997 год, например, света нет. Мы полтора года сидели без света. 40 станций работало. 5 тонн солярки сжигалось. Но при всем этом скот доился. Котельни работали. Лишний свет еще и давали населению. Мы за эту пятилетку построили 4 новых современных комплекса. Плюс те старые расширяются еще. Мы на сегодняшний день имеем 7 комплексов. Мы сегодня 117 тонн молока производим ежесуточно. И все это перерабатывается на нашем заводе и поставляется нашим потребителям. Товарищество создает условия для жителей села Новонекольска. Отремонтированы внутрипоселковые дороги. Освещены улицы. Решены вопросы подключения к системе отопления и водоснабжения. Построены новые дома. Проведен капитальный ремонт школы и дома культуры. Построены хоккейный корт, бассейн, детские сады, фельдшерский, акушерский пункт и другие социально значимые объекты. По жилью в этом году 20 квартир мы сдали. Вот вы на въезде видели. Такие же дома стоят в отделениях. Это 20 домов. В этом году ремонт детского сада. Мы стараемся сейчас оформить документы ГЧП. Это государственное партнерство по школе. В доверительное управление взять. Даже при всем том, что документы не готовы, мы сейчас пристраиваем школе тысячу квадратов площади. Сегодня Геннадий Зенченко продолжает дело своего отца. Преданный своей профессии, он участвует в процветании родного края и помогает обеспечивать работой североказахстанцев. Анастасия Дроняк, Майгуль Сильбек, Анатолий Белонок, Служба новостей. 20-летний житель Североказахстанской области осужден за разжиганием межнациональной розни, сообщают в департаменте полиции. Внимание сотрудников Управления по противодействию экстремизму департамента полиции Североказахстанской области привлекли публикации одного из пользователей социальной сети Инстаграм. В его материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной и религиозной розни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 20-летний житель одного из райцентров области. Создав себе дополнительный аккаунт, он неоднократно делал оскорбительные публикации. По завершении следственных действий материалы дела были переданы в суд города Петропавловска. Подсудимый был признан виновным. Ему назначено наказание по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». В виде ограничения свободы на 3,5 года приговор вступил в законную силу. Ранее в ходе мониторинга социальной сети был установлен житель, который также был привлечен к ответственности по статье 174, части 1. То есть, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений оскорблял на межнациональной почве. Хотелось бы отметить, что санкция по статье 174 предусматривает от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Приближаются новогодние праздники. Для жителей это период радости, для экстренных служб напряженные рабочие дни. Они переходят на усиленный режим службы. По статистике в эти дни увеличивается количество пожаров, из которых 85% приходится на жилой сектор. С начала года на территории области зарегистрирован 731 пожар, 53 человека погибли. Ещё 41 получил тяжёлые телесные повреждения. Число погибших от угарного газа достигло 6 человек. Материальный ущерб составил 250 миллионов тенге. Это печальная статистика 2021 года. Однако в ближайшие праздничные дни количество пожаров всё ещё может увеличиться, считают специалисты экстренных служб. Следует отметить, что большая часть таких возгораний происходит в жилом секторе. Это наиболее нерегулируемая с точки зрения государственного пожарного контроля сфера. По статистике в Северо-Костанской области порядка 73% пожаров происходит в жилом секторе, в жилых районах. В праздничные новогодние дни эта цифра возрастает до 85%. Пытаясь снять накопленный за время рабочих будний стресс, значительно снижает свою бдительность в период праздничных мероприятий. Значит, чтобы встреча Нового года не омрачилась таким несчастьем, как пожар, также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Этой зимой также увеличилось возгорание автомобилей, говорят специалисты. На сегодняшний день зарегистрировано 8 таких случаев. Главная причина – замыкание электропроводки. Поэтому спасатели рекомендуют автовладельцам проверять свой транспорт. В частных домах следует обратить внимание на состояние печи. Необходимо очистить дымоходы, замазать щели, сделать притопочные листы возле печек. Почему? Потому что у нас уже только за ноябрь-декабрь месяц в городе Петропавловске произошло 30 пожаров в частном жилом секторе. И половина этих пожаров из-за неисправности печного отопления. Сейчас спасатели усиливают профилактические меры, проводят рейд по местам продажи пиротехники и жилому сектору. Для этих целей созданы 24 оперативные группы, задействованные 83 сотрудника. Наталья Итова, Селю Разбаева, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Женщины-полицейские провели благотворительную акцию. В преддверии Нового года члены женсовета Департамента полиции Северо-Казахстанской области навестили многодетные и малообеспеченные семьи. Подробности смотрите в материале пресс-службы областной полиции. Среди подарков, продуктов, вещи первой необходимости и, конечно, сладкие сюрпризы. Сегодня главной задачей было создать у детей и родителей праздничное настроение. И хотя не было ни новогодних костюмов, ни блестящей мишуры, ребятишки знают, как благодарить за новогодние подарки. Благотворительные мероприятия – важная составляющая социальная ориентированность из полицейских, которая перекликается с принципами сервисной модели работы. Это очень большая помощь и за внимание огромное спасибо. Всего в подразделениях Департамента полиции несут службу свыше 580 женщин. Из них около 400 – аттестованные сотрудницы. Работая наравне с мужчинами, они находят время не только для забот о домашнем очаге, но и для общественной деятельности. Женсовет Департамента полиции является одним из органов полицейского формирования, призванный укреплять материнское и семейные ценности. В преддверии Нового года Женсовет Департамента полиции посетил несколько семей Петропавловских, поздравили детей с Новым годом, подарили подарки, подарили настроения праздничные, новогодние. В этом направлении Женсоветом Департамента полиции данная работа будет продолжена. Всего в Женсовете 18 сотрудниц. Они организуют различные мероприятия, проводят тренинги по правам женщин, решают другие задачи. В частности, занимаются благотворительностью. Это одна из старых добрых традиций Женсовета областной полиции. Наталья Итова при содействии Пресс-службы Департамента полиции. Такой была информационная картина дня. До скорой встречи в эфире.